8.00 столица Казахстана. Время утреннего информационного выпуска. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. 8.00 столица Казахстана. Потребуется построить как минимум тысячу новых учебных заведений. Причем большую часть из них нужно возвести именно в южных областях и мегаполисах. В прошлом году Министерство просвещения обозначило, что сегодня дефицит составляет 270 тысяч ученических мест. И недавно в Министерстве сообщили, что оно уже составляет 260 тысяч ученических мест. То есть за год всего лишь сократилось на 10 тысяч школьных мест. По нашим оценкам, если оставить все как есть, ничего не делать, то через 10 лет дефицит увеличится до миллиона. То есть ни школьникам не будет хватать миллиона ученических мест в школах. И главное, если учитывать текущие темпы строительства, то проблема не будет решена в ближайшие 10 лет. Потому что с учетом демографии, миграции, да, только увеличится на 450 тысяч мест в школах потребуется. И по нашей оценке, чтобы решить проблему, необходимо построить минимум тысячу школ. В это время в Астане строят 30 школ на 100 тысяч ученических мест. О работах рассказал в социальных сетях Аким, столица Женск-Хасымбек. 23 школы построят в течение нового учебного года. Уже 1 сентября откроются 8 комфортных школ. 2 организации образования в районе Сарарка, по одной в районах Есилии, Алматы, а также 4 школы в районе Нура. Также в начале учебного года планируется открыть еще 3 государственные и 1 частную школу. До конца года откроют 7 комфортных школ, по 2 государственных и частных. К тому же до следующего года Самрук Казна Констракшн построят 24 организации образования нового образца на 90 утинических мест. В новом генплане столицы до 2035 года предусмотрели строительство 430 социальных объектов. 164 из них школы. А вот в 5 новых школ введут в эксплуатацию до нового учебного года в Мангиставской области. Две из них построили в Актау, остальные в селах Мунайлинского района Кызылтубе и Баскудух. В регионе также решают вопрос с трехсменным обучением таких школ в Мангиставской области 15. Школа построена в современном стиле. Она просторная и удобная для учебного процесса. Есть 63 учебных кабинета. Еще отдельно 18 кабинетов для учителей, для администрации. До 1 сентября в регионе по плану должны были открыть 18 школ. Но из-за ненадлежащей разработки проектно-сметной документации в эксплуатацию ведут лишь 5. По остальным школам продолжится разработка проектов и прохождение госэкспертизы. Заместитель руководителя областного управления образования Гульбанух из Илгулова заверяет, что оставшиеся объекты образования откроют до конца года. Четыре школы строят за счет финансирования от Фонда развития образования. Их сдадут в сентябре этого года. Затем 13 школ из 21 планируем открыть в декабре. На сегодняшний день выполнено 80% строительных работ. Сейчас в области около 4000 детей учатся в три смены. В следующем году с учетом того, что откроют 24 школы, проблема переполненных школ решится. Леана Жамлиханова, Ренат Дюсалиев, ОКТАУ24КЗ. Крупнейший в Казахстане поставщик канцелярских товаров АБДИ ежегодно собирает самую бюджетную корзину школьника, чтобы назвать ее минимальную стоимость. В этот список входят канцелярские принадлежности, без которых невозможно просто обойтись в школе. С подробностями к эфиру присоединяется моя коллега Сабина Балашкина. Итак, Сабина, какие новости у тебя? Растан, затрону, сегодня еще несколько тем. Например, расскажу, сколько сейчас стоит обучение в частных школах. Крупнейший в Казахстане поставщик канцелярских товаров АБДИ подсчитал, сколько стоит минимальная корзина канцелярских принадлежностей школьника. Важно отметить, что за основу маркетологи взяли самые бюджетные цены. В список вошли 20 позиций. Это основные предметы, без которых невозможно обойтись в школе. Тетради, ручки, альбом для рисования, краски и так далее. В итоге минимальный набор для первоклассника обошелся в 5165 тенге. Если сравнивать с прошлым годом, то его стоимость упала на 9,6%. В 2023 аналогичная корзина стоила 5900 тенге. Для сравнения мы решили изучить цены известного маркетплейса, которым нередко пользуются казахстанские покупатели. Речь идет о Валбересе. За основу взяли самые дешевые товары. В итоге, чтобы собрать минимальную школьную корзину из 20 канцелярских принадлежностей, нужно не меньше 9000 тенге. Помимо канцтоваров, каждому школьнику нужна форма. Самые бюджетные варианты предлагают китайские производители. Но многие родители отказываются от такой формы из-за ненадлежащего качества. Форма – один из немногих видов школьных товаров, которую стараются выпускать в Казахстане. Однако поддержка отечественного производителя обходится недешево. Комплект для мальчика от казахстанского бренда Glassman стоит примерно 55 тысяч тенге. Сюда также входит одна пара обуви и две рубашки. Школьная форма для девочки еще дороже – почти 61 тысяча тенге. Тоже с одной парой обуви и двумя рубашками, но без сарафана. Также во многих школах требуют единую спортивную форму. Для этого понадобятся кроссовки, трико, футболка и мешок для спортивной одежды. Стоит такой комплект не дешевле 15 тысяч тенге. Далее расскажу, сколько стоит обучение в частных школах Казахстана. Сейчас таких насчитывается 700. Больше всего платных учебных заведений действуют в трех мегаполисах Алматы, Астане и Шимкенте. Стоимость обучения в них зависит от разных факторов и может доходить до нескольких миллионов тенге в год. Есть в регионах школы и более с бюджетной оплатой до 40 тысяч тенге в месяц. Итак, самое дорогое обучение в одном из частных учебных заведений в столице и Алматы. Здесь стоимость начинается почти от 7 миллионов тенге за год. Помимо учебной программы сюда входят питание и перекусы. В течение дня дополнительные занятия, канцелярские принадлежности для учеников, услуги Академии английского языка, а также служба безопасности и медицинский центр. Стоимость обучения в Шимкенте для учащихся с нулевого по четвертый класс 238 тысяч тенге в месяц. С пятого по одиннадцатый класс 261 тысяча тенге. В Таразе стоимость обучения в частной школе обойдется в 55 тысяч тенге в месяц. В Паладаре все частные школы начальные. За обучение там платят не меньше 120 тысяч тенге ежемесячно. В Кустанай обучение в частной средней школе обойдется в 60 тысяч тенге в месяц. В Актау цены начинаются от 70 тысяч. В Семее ежемесячное обучение стартует от 40 тысяч тенге. Есть частные школы, где цена превышает 100 тысяч тенге в месяц. И в завершение информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 479 тенге 16 иинов. Евро 523 тенге 52 тенге, рубль 5.31 и китайский юань 66 тенге 74 тенге. Арстан, до встречи в следующем информационном выпуске. Ну, как говорится о теме школьных покупок или покупки школьных принадлежностей, мы еще будем говорить в этом эфире. Спасибо. Сабина Балашкина была со своей рубрикой «Первая цифра». В Казахстане 336 тысяч первоклассников сядут за парты в новом учебном году. Об этом сообщили в Комитете среднего образования Минпросвещения. Тем временем родители уже начали закупать для детей школьную форму и канцелярские товары. Рюкзаки, учебные принадлежности, обувь. Сейчас в магазинах такой выбор, что глаза просто разбегаются. Сколько стоит сегодня собрать ребенка в школу в столице, выясняла Полина Зачиналова. Середина августа. Подготовка к новому учебному году в самом разгаре. В магазинах школьной формы настоящий ажиотаж. У жительницы Астаны Дельнас Каримовой дочь впадет в четвертый класс. Вместе они обошли несколько бутиков в поисках строгой юбки и блузки. На примерку школьной одежды пришли и племянники Дельнас. На одного ребенка покупки в среднем обходятся в 300 тысяч тенге. Это не включая сюда зимнюю одежду, зимние куртки, зимние сапоги. На канцелярию уходит около 70 тысяч. Это если рюкзак хороший покупаешь, то есть с ортопедической спинкой. Но рюкзаки я всегда заказываю. Мы тоже решили узнать цены на школьную форму. Например, в этом столичном магазине белая рубашка для мальчика стоит 6,5 тысяч тенге. Цена тканевой жилетки 4 900 тенге. Блюки обойдутся в 7 200 тенге. Для девочек стоимость позиции примерно такая же. Сегодня мы купили здесь в школу рубашки, все, вот то, что надо было. Ушло 60 тысяч, но еще это половина. Мы вот в это время начинаем готовиться к школе. Сколько примерно обходится собрать ребенка? Ну, около 70 тысяч. Покупателей сейчас достаточны и в магазинах канцелярских товаров. В первую очередь с прилавков разбирают рюкзаки. Цена на них зависит прежде всего от производителя. Например, стоимость самого дорогого портфеля – 32 тысячи тенге. Самый скромный можно приобрести за 6 тысяч. Давайте посмотрим, что входит в корзину самых необходимых товаров. Первым делом нужны 12-листовые тетради. Стоимость одной – 25 тенге. За 10 штук отдадим 250 тенге. Не обойтись школьнику и без ручки. Стоимость шариковой – 40 тенге. А цена одного простого карандаша – 30 тенге. Родители уже раскупили первую партию гелевых обложек, тетради и шариковых ручек. Продавец-консультант Фрезану Руара рассказала о стоимости принадлежности для учеников младших классов. Так, средняя цена у нас около 700 будет у пластилина, пластилина, а также у акварели, а по гуашей то где-то 800 будет. Бумага у нас есть, она стоит от 45 тенге, и самая дорогая, которую я видела, 1300 стоила. Картоны начинают варьироваться примерно со 100 тенге, и самая дорогая, которую я видела, это было 1800 тенге. Если посчитать, то на концтовары в среднее понадобится около 30 тысяч тенге. Расходы на одежду могут составить в пределах 100 тысяч тенге, это на одного ребенка. Конечно, чек зависит прежде всего от финансовых возможностей родителей. Полина Зачиналова, Галамжан Абдалахат, 24КЗ. Около 7,5 тысяч детей пойдут в этом году в первый класс в Петропавловске. Родители и школьников торопятся закупить все необходимое для учебы. Сколько минимум там потратят на школьную форму и концтовары, а также как помогают в сборах в школу детям из малообеспеченных и многодетных семей, узнал наш корреспондент. Чита Карстен в этом году отправляет в первый класс свою старшую дочь Мирославу. Подбирают образ всей семьей в соответствии с требованиями школы. Чтобы не переплатить, часть необходимых вещей заказывают в интернет-магазинах. В этом отец первоклашки Артем Карстен видит существенную экономию. А все, что необходимо примерять, ищут в местных торговых точках. Тысяч, наверное, 30-40. Но это вот только сарафан, и пока комплекты белья, носки, плавочки и так далее. Еще не покупали учебники, еще не покупали тетради, канцелярию. Ну, наверное, от первоклассника, я думаю, не меньше 80-100 тысяч, полный комплект будет закупаться. Вещи тоже разные. Есть вещи подешевле. Я думаю, можно уложиться, наверное, в 1060. А если более качественные брать, то там уже и дороже будет, даже больше 100, я думаю, будет. Производители школьной формы стараются создавать ее в классическом стиле, при этом следуя трендам моды. Это укороченные жилеты, юбки-миди и брюки палаца. В минимальный комплект формы для мальчиков, который представила продавец-консультант Евгения Астанина, входит жилет, галстук и брюки. Минимальный комплект школьной формы до 36-го размера, это первый класс, первый, второй, третий, может быть, и четвертый класс, в зависимости от размера и роста ребенка, будет составлять 20 500 тенге. У нас есть списки людей, которые пострадали от паводка. Для них существует скидка 25%. Для многодетных семей, для детей-инвалидов, для детей-сирот у нас скидка предназначена 20% от стоимости всей покупки. На одном из производств по пошиву школьной формы за смену выпускают до 300 единиц предметов одежды. 50 сотрудников цеха стараются сделать школьную форму не только стильной, но и долговечной. За предшкольный сезон здесь успевают пошить более 5000 комплектов. Тем временем при лавке канцелярских магазинов опустошают школьники и их родители. Самый низкий ценник на простую тетрадь – 25 тенге. Рюкзаки можно подобрать в ценовом сегменте от 80 тысяч. А самые дешевые шариковые ручки стоят 60 тенге. Среди обилия письменных принадлежностей, красок, карандашей и альбомов, родители ищут среднее в соотношении цены и предпочтения ребенка. Анна Михайлова в этом году готовит к учебе сразу троих своих детей, но на закуп с собой взяла только двоих. Тетради, учебники определенные, не все, письменные принадлежности, в основном вот это, папки, краски, все прочее. Книжки в вашей семье переходящие, да? Ну, не всегда. Иногда совпадает, иногда нет. По всем пунктам, если пройтись, то где-то 1250 ушло. Это и канцелярия? Это канцелярия и сумки, рюкзаки. Тогда еще реально. Готовы к школе? Вообще готов с такими-то тетрадями. Школьникам из социально незащищенных и малообеспеченных семей оказывают материальную поддержку. В рамках акции «Дорога в школу» им на помощь в подготовке к учебному году предусмотрено более 470 миллионов тенге. По словам руководителя управления образования Айна Гуль Сурагановой, таких учеников в регионе около 11 тысяч. Родители, претендующим на выплату пособия, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня получения средств предоставить документальное подтверждение целевого использования средств. То есть деньги, которые получат, упадут на карту ЧИТА родителям, они должны обязательно потратиться на нужды ребенка, то есть на сбор его в школу, на приобретение канцелярских товаров, спортивные формы, одежды и так далее. В предстоящем учебном году в регионе сядут за парты почти 76 тысяч школьников. Впервые откроют двери школ около 7,5 тысяч детей. Наталья Волкова, Тулиген Иманов, Петропавловск, 24КЗ. Больше полумиллиона казахстанских школьников получат в этом году материальную помощь из фонда «Всеобуч». Минимальный размер пособия 43 тысячи тенге. Такие данные ранее озвучили в Минпросвещении. Более подробнее о мерах поддержки для детей из социально уязвимых семей мы поговорим с главным экспертом комитета по охране прав детей Батимой Айбаевой. Доброе утро. Доброе утро. Вот скажите, сколько сегодня детей из малообеспеченных семей в республике? Сегодня по республике более 500 тысяч детей из малообеспеченных семей. Ежегодно местными исполнительными органами накануне нового учебного года оказывают материальную помощь на приобретение школьной формы, одежды, обуви и канцелярских товаров. Самое большое количество детей, это, конечно же, зависит от густонаселенности наших регионов. Самое большое количество детей у нас в Туркестанской области, в городе Шенкент, в Алматинской области. Вот скажите, какие меры поддержки со стороны Министерства на сегодня есть для детей данной категории? Материальная и финансовая помощь оказывается местными исполнительными органами согласно постановлению правительства номер 64. Помощь оказывается, первая, здесь приоритетную роль, конечно, отдается организации бесплатного горячего питания для детей и социально уязвимых слоев населения. Дальше это организация отдыха и оздоровления детей. Да, организация досуга детей в летнее время. Третий вид материальной помощи, это оказание финансовой помощи. Это касается детей, которые попали в чрезвычайные ситуации, чьи семьи попали в чрезвычайные ситуации. Дальше, перед началом учебного года, оказание материальной помощи на приобретение школьной формы, одежды, обуви и канцелярских товаров. Вместе с тем, есть еще организация дополнительных занятий для детей и социально уязвимых слоев населения. Матима Куашина, какая конкретно помощь в сборах в школу будет оказана детям из малообеспеченных семей? С 2022 года в постановлении правительства номер 64 внесены изменения. Именно в части монетизации оказания материальной помощи на приобретение школьной формы, обуви и канцелярских товаров. То есть, с 2022 года определенная минимальная величина материальной помощи. Это не ниже величины прожиточного минимума. В этом году у нас составляет 43 407 тенге. На карте счета родителей, детей, нуждающихся в помощи, перечисляются местными исполнительными органами средства в размере не ниже прожиточного минимума. То есть, 43 407 тенге. Вот, как сказали в сюжете, в течение 10 дней они должны освоить вот эти 43 тысячи тенге. И, соответственно, предоставить доказательства, счета. Да, да, да. С этого года, с 2024 года, услуга оказания материальной помощи на приобретение школьной формы, обуви, оно переведен в формат государственной услуги. Согласно, когда родители обращаются в администрацию школы, пишут заявление, они дают гарантию на то, что в течение 10 рабочих дней после получения средств они принесут документы, подтверждающие целевое использование данных средств. Для чего это все делается? Это делается для того, чтобы дети 1 сентября все были охвачены образованием. А вот еще, вот вы сказали, ну, уже известна сумма 43 тысячи тенге, это на одного ребенка, правильно? Да, 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 на одного ребенка. Сколько средств вообще выделены из бюджета на эти цели? Настоящее время, по информации местных исполнительных органов, вот министерством проведен мониторинг, сколько местные исполнительные органы выделили, предусмотрели на оказание материальной помощи перед началом учебного года. И согласно информации местных исполнительных органов, на сегодняшний день более 22,5 миллиардов тенге. Еще раз, давайте напомним родителям, что входит вот в пакет вот этой помощи. То есть, вот смотрите, как я уже говорила, с 2022 года мы внесли изменения. То есть каждый родитель определяет необходимость вида одежды перед началом учебного года, что ему нужно ребенку перед подготовкой. Школьная форма или спортивная форма, да, обувь, канцелярские товары. И самостоятельно выбирает магазин, торговую точку, где ему будет удобно купить данный вид одежды. А вот еще хотел уточнить такой вопрос. Это же единовременная разовая помощь? Или же в течение года есть возможность дополнять какая-то помощь? Существуют какие-то дополнительные поддержки в течение года? Это разовая помощь, так как я говорила, это разовая помощь оказывается перед началом учебного года для того, чтобы предупредить неявку детей в школу по социальным причинам. То есть в школу, чтобы дети пришли полностью укомплектованные в школьной форме, с рюкзаком и с необходимыми канцелярскими товарами. С ручками, тетрадями, канцелярскими принадлежностями, одним словом. Но вместе с тем нужно сказать, что вместе фонд Сеобуча, вот я уже говорила, это средства, выделяемые местными исполнительными органами. Акиматами? Акиматами, да. Но вместе с тем с 1 августа запущена традиционная республиканская благотворительная акция «Дорога в школу». И наши спонсоры, люди, которые желают помочь нуждающимся семьям, они добровольно берут список в акиматах нуждающихся семей и оказывают им виды спонсорской помощи. А есть информация по частным инвесторам, спонсорам, какая помощь там с их стороны происходит, какая сумма? На сегодняшний день мы запустили данную акцию, ведется мониторинг. То есть сейчас за этим наблюдает министерство, скажем так, считает? Да, да, да. Ну что ж, спасибо. С нами была Батима Айтбаева, главный эксперт комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан. Желаю вам успехов в работе и хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня в столице пройдет заседание правительства. На повестке дня стоит вопрос о поддержке отечественных товаропроизводителей. Ранее в Казахстане пересмотрели инструменты поддержки с учетом интересов производителей сельхозтехники. Например, исключено субсидирование зарубежной техники. Не затрагивает те позиции, производство которых не налажено в нашей стране. Прямую трансляцию заседания можно посмотреть на официальном сайте правительства или на страницах в социальных сетях. Ну а мы продолжаем. Уровень безработицы среди молодежи в мире снижается. Согласно новому докладу Международной организации труда, показатель безработных в возрасте от 15 до 24 лет в среднем сократился до 13%. За последние 4 года в теме этой разбиралась моя коллега Сандухаш Байгуаныш. Так, Сандухаш, в каких странах число работающей молодежи увеличилось? Ну, больше всего. Да, Арстан в основном это страны Европы. Но вот в каких государствах трудовая статистика ухудшилась, расскажу прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Европейском регионе, где за последний год число экономически неактивной молодежи сократилось на 2,5 миллиона. И сейчас таких в Европе 13 миллионов. Самая низкая безработица в Чехии, Польше и на Мальте. А вот самая высокая в Испании и Греции. Дефицит кадров восполняется в европейских странах с конца 2020 года, когда стали постепенно ослабевать антиковидные ограничения. Этому способствовало восстановление экономики после пандемии и рост спроса на рабочую силу, утверждает заместитель гендиректора Международной организации труда. В отчете показано, что мы на самом деле наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы среди молодежи. 13% безработных – это минимальный показатель за последние 15 лет. Однако эта положительная динамика не охватывает все регионы равномерно. Так что всем нам еще предстоит проделать большую работу. А вот тем временем регресс в сфере трудовой занятости среди молодежи наблюдается в арабских государствах Юго-Восточной Азии и в Тихоокеанском регионе. Там показатели оказались выше до пандемийного периода. Согласно докладу МОД, самый высокий уровень безработных оказался в арабских странах и Северной Африке, где каждый третий молодой человек не работает. Причем в африканских государствах больше половины молодежи трудится в сельском хозяйстве. А в Юго-Восточной Азии чуть больше четверти молодежи не работают. Ранее в эту статистику входил Китай, где уровень безработицы составлял около 20%. То есть каждый пятый молодой житель Поднебесной не мог найти работу на фоне замедления роста экономики. Однако за последние три месяца ситуация на китайском рынке труда улучшается. Показатель снизился на 7 пунктов. Тем не менее, аналитики издания Wall Street Journal прогнозируют, что скоро поиск работы для китайской молодежи станет сложной задачей, поскольку в этом году на рынок труда выйдет рекордное количество выпускников – около 12 миллионов человек. К тому же большинство компаний не хотят брать на работу неопытных, только что окончивших вуз специалистов. И с этой проблемой также сталкивается молодежь на Ближнем Востоке, к примеру, в Ливане. По словам одного из местных выпускников, даже если берут на работу, то и платят мало. Я окончил университет по специальности машиностроения. Многие работодатели отказываются нанимать меня, потому что нет опыта работы. Мне приходилось конкурировать за место в компании с более опытными, квалифицированными кандидатами. Уже долгое время не могу найти ни одной компании, которая готова инвестировать в развитие моих навыков в долгосрочной перспективе. В Индии тоже наблюдается спад на рынке труда среди молодежи. Там, в прошлом году, этот показатель среди граждан в возрасте от 20 до 24 лет вырос на 2 пункта и составил 44,5%. А вот среди населения от 25 до 29 лет число безработных увеличилось на процент. Подобную динамику связывают в том числе с сокращениями в IT-отрасли, утверждает рекрутер Чандра Гариса. По ее словам, в прошлом году наем IT-специалистов в Индии упал на 18% по сравнению с 2022. Несмотря на стабильно высокий рост индийской экономики, наем в IT-секторе замедлился. Одна из причин – развитие технологий искусственного интеллекта и автоматизация, которые позволяют сократить количество позиций, требующих базовых навыков. Среди других факторов современной безработицы – это нежелание самих молодых людей выходить в офис. Многие меняют место работы или даже обучаются новой профессии. Тренд на долгосрочную перспективу работы в одной компании уходит в прошлое, считают аналитики Wall Street Journal. На это влияют, в частности, низкая зарплата, рабочий график и слабая корпоративная культура. Ростан, знаете, в целом прогноз Международной организации труда по занятости молодежи, если смотреть на ближайшее будущее, то он довольно стабильный. Как сообщается в докладе, к концу этого года в мире безработица среди молодых людей снизится на пару процентных пунктов и составит 12,8%. А что касается уже следующего, 2025 года, то там этот показатель сохранится на этом же уровне. Наверное, мечта всего человечества и конкретно каждого родителя, чтобы его юное молодое чадо всегда было занято, трудоустроено и зарабатывало на жизнь. Спасибо, это была Сандухаш Байгуаныш и ее Контур Мира. Ну а сейчас в Москву, там водители такси начнут проходить аттестацию по-новому. Проверка коснется знаний достопримечательностей и техники безопасности при чрезвычайных ситуациях, а также правил перевозки пассажиров. Добровольная аттестация началась накануне 12 августа в качестве эксперимента. Обязательной же она станет с марта следующего года. В такси я могу ездить туда, куда я раньше не могла ездить без машины. Плюс это свобода. А еще бизнес, которым она занимается больше шести лет. Для Ирины Гавриловой такси не сиюминутный заработок, поэтому она готова пройти проверку на профпригодность. Если, опять же, ты знаешь хорошо Москву, это достаточно несложно. Все это в доступности у нас. Тот же Большой театр, та же Традяковская галерея, та же Красная площадь. Цель аттестации – повысить безопасность и улучшить качество обслуживания. Знания таксистов будут оценивать по нескольким категориям. В их числе – ориентирование в городе. Актуально, когда навигаторы сбиваются с пути. Сейчас мы отвлекаемся больше на дорогу, на то, что навигация теряется. Нам нужно видеть, чтобы не проехать повороты. Немножечко будет неудобно знать и рассказывать всю эту красоту нашей Москвы. Только по приблизительным подсчетам в Москве и области сейчас водят такси около 150 тысяч человек. Эксперты уверены – новый экзамен поможет очистить отрасль от непрофессионалов. Аттестация будет проходить онлайн на сайте системы мониторинга такси. Проверка в форме тестирования. Раздела 3. Правила перевозки пассажиров и багажа, расположение культурных, спортивных и социальных объектов, а также действия водителя при чрезвычайных происшествиях. Для успешного прохождения теста достаточно правильно ответить на 8 из 10 вопросов. На тестирование отводится порядка 20 минут. Введение аттестации ничего не поменяет для ответственных водителей и таксопарков. А для пассажиров поездки станут еще удобнее и комфортнее. Из 100% водителей, дай бог, 10% пройдет эту аттестацию. Половина не знает правил дорожного движения еще. Они тоже не пройдут эту аттестацию. Ну и пройдут единицы те, которые могут ездить без навигатора и которые знают Москву. Подтверждать квалификацию таксисты могут уже с 12 августа. Пока добровольно. А с марта 2025 года аттестация станет обязательной. Срок действия сертификата – 2 года. Провалившему аттестацию водителю придется покинуть профессию. Тамерлан Ким, 24 Киезет. Болгарские таможенники изъяли рекордную партию героина стоимостью 38 миллионов долларов в морском порту города Бургаса. В прокуратуре сообщили, что 436 килограммов наркотиков обнаружили в прицепе, который перевозил машины для прокладки кабелей. Он прибыл в Бургас в конце июня. Запрещенные вещества спрятали внутри официально задекларированного груза. Расследование продолжится в рамках международного полицейского сотрудничества. Отмечу, в Болгарии за контрабанду наркотиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ну а между тем, больше ста мигрантов спасли недалеко от южного побережья итальянского острова Лампедуза. Деревянная лодка дрейфовала посреди моря в момент, когда ее обнаружил вертолет агентства Евросоюза по безопасности внешних границ. Большинство нелегалов выходцы из Палестины, Сирии и Египта. На борту судна также находились 6 женщин, 4 ребенка и двое пожилых мужчин. Отмечу, итальянский остров переживает миграционный кризис. Число нелегальных переселенцев там почти в два раза превышает местное население, которое составляет 6 тысяч человек. Илон Маск сообщил о массированной кибератаке на социальную сеть Икс перед интервью с Дональдом Трампом. Сегодня в 6 утра по времени Астаны состоялась беседа кандидатов в президенты США. Однако многие пользователи не смогли подключиться к трансляции из-за технических неполадок. По словам Илона Маска, специалисты сразу же приступили к устранению последствий кибератаки. Всего на момент начала прямой трансляции к эфиру подключилось больше миллиона человек. В беседе столетия, так предвыборный штаб Трампа назвал интервью, политик высказал мнение о недавнем покушении на него. Он считает, что это стало возможным из-за недостаточной координации между правоохранительными органами. Кроме того, кандидат в президенты поделился своим видением мировой политической повестки. Он считает главной угрозой для человечества не климатические изменения, а ядерный конфликт. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло недалеко от Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине 12 километров, подземные толчки ощущались по всей Южной Калифорнии. Городская пожарная служба уже приступила к оценке ущерба после землетрясения. Сообщения о масштабных повреждениях и пострадавших пока не поступали. Лос-Анджелес считается городом с высокой сейсмической активностью, так как он расположен вблизи больших тектонических разломов. Там в ближайшие 30 лет вероятность сильных землетрясений магнитудой 7 и выше составляет сейчас от 40 до 50 процентов, пишет издание Voice of America со ссылкой на американских сейсмологов. Ну а сейчас в Грецию половина страны оказалась в красной зоне опасности из-за лесных пожаров. Высота пламени местами превышает 25 метров, сообщает Deutsche Welle. Сильный ветер и 40-градусная жара осложняют борьбу со стихией в северо-восточных пригородах Афин. Там в тушении огня задействованы больше полутора тысяч пожарных и десятки единиц воздушной техники. Жители нескольких деревень уже эвакуированы. По словам представителей службы гражданской обороны Греции, в ближайшие дни ситуация в стране будет оставаться крайне опасной. В большинстве регионов уже несколько месяцев не было обильных дождей. А вот Румыния столкнулась с одной из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений за погодой в стране. В июле температура воздуха там составляла местами 40 градусов. В некоторых регионах осадков не было уже три месяца. Засуха нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству, особенно фермам, выращивающим кукурузы и подсолнечникам. В некоторых районах 90% урожая уничтожено. Минсельхоз Румынии объявил о компенсации в размере от 200 до 250 евро за гектар поврежденных посевов. Общая сумма выплат может составить до 600 миллионов евро. Правительство также планирует запросить финансовую поддержку у Еврокомиссии. Кроме этого для аграриев предусмотрят отсрочки выплат по кредитам. Ну а сейчас немного о погоде в нашей стране. Проливные дожди ожидаются на большей части Казахстана. По данным КАЗ Гидромета, ливни пройдут на севере, западе и в центре страны. По республике усиление ветра. Жару обещают синоптики в южных регионах. Столбики термометров поднимутся до плюс 38 градусов. В Астане дождь с грозой, температура воздуха днем до 30 градусов тепла. Солнечную погоду прогнозируют в Алматы. Там воздух прогреется до 35 градусов. Ну а сейчас перейдем к спорту. Наставник сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака рассказал о готовности команды к предстоящему чемпионату мира в Узбекистане. По его словам, сейчас все идет по плану. Цитата, очень хорошее состояние у ребят. И к нашему эфиру присоединяется мой коллега Алишер Накипов и его рубрика «Спортлайф». Итак, Алишер, с кем отечественные коллеги, вернее, отечественный коллектив собирается провести первенство? Приветствую, Ростан. Национальная сборная Казахстана попала в группу Ди вместе с Испанией, Новой Зеландией и Ливией. Впервые в истории чемпионат мира FIFA по футзалу пройдет в Узбекистане. С 14 сентября по 6 октября болельщики получат уникальную возможность заблюдать за захватывающими матчами в трех принимающих городах – Ташкенте, Бухаре и Андижане. 33-летние Олимпийские игры в столице Франции официально подошли к концу. Церемония закрытия игры прошла на стадионе Стаде Франц. И теперь, по традиции, после главного спортивного события года, стартует Паралимпиада, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября. Для участия в Паралимпиаде сборная Казахстана завоевала 33 лицензии в 9 видах спорта. Так в Париже мы будем представлены в паралегкой атлетики, пауэрлифтинге, тейквондо, настольном теннисе, плавании, дзюдо, каноэ, волейболе, сидя и пара пулевой стрельбе. Напомню, на прошлых Паралимпийских играх в Токио национальная сборная Казахстана была представлена 25 спортсменами, которые завоевали 5 медалей – одно золото, три серебра и одну бронзу. Данное количество наград позволило нашему коллективу занять 48-е общекомандное место. Стали известны имена спортсменов, которые будут представлять Казахстан по жамбату на всемирных играх кочевников. Это конная стрельба из лука. Путевки разыграли на отборочных соревнованиях, призовые места. По их итогам заняли Айбек Сарабай, Абзао Тулыбеков и Яралхан Айкос. Они и представят страну на международном первенстве. Еще один спортсмен Батыр Бексаот получил прямую путевку на игры, так как является чемпионом мира. Недавно команда отправилась на сборы в предгоре Алатау. Подготовка продлится до середины августа. Отбор прошел очень зрелищно. Я думаю, что мы с достоинством защитим честь страны на пятых всемирных играх кочевников. Мы приложим все усилия, чтобы завоевать победу. Максим Самародов дебютировал за российский футбольный клуб «Ахмат» в рамках четвертого тура РПЛ. Подопечные бывшего тренера сборной Казахстана Магомеда Дива на выезде играли против десятикратного чемпиона России московского «Спартака». Казахстанский нападающий не играл с первых секунд матча, а был выпущен на замену за 14 минут до финального свиска. Несмотря на это, экс-фурвард Аптубе в первой игре сумел добиться для своей новой команды ничьей 0-0. Напомню, Самародов заключил контракт с клубом из Грозного на 4 года. Ну что ж, Арстан, пожелаем удачи нашим спортсменам на предстоящей Паралимпиаде. Ну а следом за этим событием нас ждут Всемирные игры кочевников. Там нам также важно очень хорошо выступить. Будут новости еще горячие прежде. Спасибо. Это был Алишер Накипов и его Спортлайв. Олимпийский флаг прибыл в Лос-Анджелес. Город, где в 2028 году пройдут следующие летние Олимпийские игры. Знамя перевезли на борту самолета «Дельта Эйрлайнс». В момент посадки на взлетно-посадочной полосе из громкоговорителей звучала песня «Калифорния лав». Привезла олимпийский символ из Парижа мэр Лос-Анджелеса Карен Бас. Напомню, Международный Олимпийский комитет предоставил американскому городу право провести игры еще 7 лет назад. Ну а в аэропорту южнокорейского Инчона начались необычные проверки. Собака помогает выявлять, нет ли в багаже туристов клопов. Особое внимание к путешественникам, которые возвращаются домой после Олимпийских игр, особенно на фоне массовых проблем с насекомыми в Париже в прошлом году. Тогда клоповая волна охватила и Южную Корею из-за туристов, которые случайно привезли их из Франции на одежде или в сумках. Выявляет вредителей собака породы бигль. К слову, она единственная в стране, которая этому обучена. Благодаря нюху собаки, точность обнаружения насекомых составляет более 95%. Некоторые путешественники недовольны, когда кто-то открывает их чемоданы. Но наша ящейка учует клопов, даже если молния открыта всего на треть. К этой минуте все. С вами был Арстам Балтин. До встречи на 24КЗ. Увидимся обязательно в 10.00. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok